И вот сегодня прокуратура заявляет, что оказывается 19 мая было заседание суда, опять же с того самого Есильского, что суд принял решение о запрете деятельности этой партии или движения с названием Куще Партиаса, потому что оказывается это просто вывеска, вместо ДВК поменяли вывеску на Куще. А на самом деле якобы расследование показало, что это та же самая организация. Вдумайтесь, никто из лидеров Куще не знает, их не приглашали, никто с ними не разговаривал, не предъявлял претензий, вообще ничего. Раз запретили, при этом движение партии Куще не призывали на митинг, не заявляли, что они снесут режим, как вот говорит тот же самый Мамай. А участников просто чата, чата Куще, их полиция штрафовала, применяли им статью за участие в незарегистрированной организации. Вопрос, друзья, почему прокладка власти с именем ДПК ходит свободно, никого там не штрафует, призывает на митинги, его никто не задерживает, его никто не запрещает. Куще, который даже не призывал на митинг, они просто в чате создали сеть по всей стране, в чатах, в электронном формате, где объединились лидеры со всей страны, региональные, разные. Почему? А все очень просто, потому что эта власть боится именно объединения реальных противников режима, реальных. И в это движение Куще, в чате которых было 177 тысяч человек, действительно собрались те, кто против этого режима. Режим напуган. А кого он боится? Он боится народа. Он боится своего народа, который объединяется и знает цену этой власти, что это режим преступный. Сейчас эта власть пытается смонтировать подставных противников режима в лице Мамая. Сейчас Акижан Кожгельм присоединился, бывший премьер-министр, эту роль играет. Использует тех же самых клонов агентов КНБ, как Ермек Нарымбай. Вот эту всю кучку вот так выстраивает, их финансирует. Это очевидно, я знаю, как это все работает. И типа они собираются создавать видимость оппозиции. А всякие партии типа ХАК, там Республик Леоян, Казахстан свободно бродят по стране, не имеют никакой регистрации, выходят на какие-то инсценированные их митинги с плакатиками, их никто не трогает. Вот где правда. Правда в том, что Коще это сильная, сильная команда организованных людей, которые четко собирались бороться с этим режимом. И режим именно тогда среагировал, когда четко осознал, что это собралась большая сила с лидерами в регионах. В каждом регионе были как минимум от 5 до 20 тысяч человек в этих чатах. Представляете? Вот она вся правда. И когда вы меня спрашиваете, а почему не нужно идти на митинг Мамайи, вы можете пойти? Вы можете, но вот вы пойдете на митинг партии Нуратан? Я думаю, что нет. Вы пойдете на митинг изображать, что вы сторонник этой власти? Я думаю, нет. И вот она на поверхности лежит. Так же, как было с Косановым, который как бы говорил, что он противник режима, что он идет на выборы. И было понятно с самого начала, что на выборы допускаются только клоны власти, их подставные лица, прокладки, предатели нашего народа, куклы режима. И вот поэтому, по этой причине было понятно, что Косанов это просто предатель. И вот такие предатели, как Косанов, теперь проект Косанов 2 с Мамаем, в этой же куче там типа Нурсила там и Акижан к ним присоединился. Хотя у него риторика вроде против власти, они изображают оппозицию. Эта власть их не трогает, не преследует, дает им возможность появиться, чтобы обманутые наши люди побежали туда, побежали были там. Вот чего они хотят, это фальшивая позиция, имитация борьбы. Поэтому это ваш выбор, вы можете пойти на этот митинг и так далее 6 числа. Что касается партии Косе, я уверен, что там идейные люди, которые не имеют работы, или если имеют работы, она низкооплачиваемая. Это люди, которые знают, что власть крадет у народа. Это идейные люди, они преданные своей стране и безусловно, я уверен, что эти люди будут бороться против этого режима, сопротивляться, не будут сдаваться ни в коем случае. Потому что у них сейчас это и есть убежденность. Они сейчас объединены в огромную силу и как бы власть не давила, они все равно будут бороться. Также пару лет назад власть запретила демократический выбор Казахстана. И что? Да, они попытались запретить меня, но я каждый день фактически вещаю, выхожу. И число наших сторонников только растет. Что, разве власть от этого выиграла? Нет, мы только стали сильнее, наших сторонников стало больше. То же самое будет и с Коще. Я уверен, что какая-то часть, даже если испугавшись, отойдет, останутся самые сильные. И такое давление просто разоблачает лицо этого режима, показывает их страх, показывает то, что все эти движения партии, которые они создают, публично и открыто. Это фейки власти, это прокладки власти, они таким образом их уничтожают в глазах людей. Потому что власть запрещает только противников режима. Если не запрещает, это значит люди, которые работают на власть. Все очень просто. Нет серого цвета, нет красного, нет желтого. В нашей стране все просто. Или ты с режимом, или против режима. Никакой серединки быть не может. Никакой абсолютно. Поэтому я обращаюсь к тем гражданам, которые готовы бороться с этим режимом. Говорю следующее. Не бойтесь, объединяйтесь. Этому режиму все равно конец. И этот режим понимает, поэтому он думает только запретительными мерами остановить тот гнев, который сейчас волной бежит на Ахарду. Это уже не остановить. Они только будут усиливать это сопротивление. Продолжение следует...